Какие они бывают? Почему эти стоят столько, а эти стоят такие дорогие? Они что, стразами от Соворовских, что ли? Дело не в стразах, дело в материалах и качестве изготовления. То есть для более дешевых кресел используются более дешевые материалы. То есть это не только тряпочка, чехол тряпочный, который на нем сверху надет, а это пластик. Это более дешевая фурнитура, то есть замок, которым застегиваются ремни. То есть более дешевый, значит менее качественный. Да, то есть менее прочный. То есть он может расстегнуться, пластик может сломаться. И в принципе независимые краш-тесты это подтверждают. А вы можете рассказать, на ваш взгляд, ну это не будет рекламой, да? Просто вот вы как человек, сведущий в этом деле, можете рассказать нам, какое именно кресло, на ваш взгляд, является идеальным для российского потребителя, человеку в среднем совсем не богатого, но при всем при этом пытающегося заботиться... То есть вы предлагаете марку какую-то конкретную называть или как? Ну, устройство. Что должно быть в нем, что отличает его в лучшую сторону от всех остальных? Во-первых, оно должно соответствовать возрасту и весу ребенка, в первую очередь. То есть оно должно подходить ребенку. Нужно при выборе кресла внимательно смотреть на его вообще внешний вид, на качество изготовления. У него обязательно должны быть большие боковины. Вот эта вот боковая защита, которая по обоим сторонам головы, да, вот такие вот боковины, они должны быть большие. То есть чем больше, тем лучше. Если они небольшие или вот какие-то такие пологие, то при боковом ударе ребенок может стукнуться головой о дверь. Да. То есть там очень серьезные удары, очень серьезные нагрузки. То есть даже если с первого взгляда кажется, что это не совсем возможно, но вот так и есть. То есть очень сильно тело при аварии мотает. Угу. Когда вы создавали свой проект, да, вы перед собой поставили какую-то цель, вы видели какую-то проблему. Вот в чем проблема сейчас, вот то, что касается безопасности детей? Недостаток информации. То есть недостаток информации как вообще о том, что такое автокресло, и почему вообще необходимо как-то обеспечивать, дополнительно обеспечивать безопасность ребенка в машине. И более узкие вопросы, то есть как правильно использовать. То есть это тоже очень важно. Как правильно использовать? Во-первых, следует строго соблюдать инструкцию по эксплуатации кресла. Угу. То есть его нужно правильно установить в машине, и нужно правильно пристегнуть в нем ребенка. Угу. То есть при установке кресла нужно проследить, чтобы ремни проходили по всем направляющим, которые там предусмотрены в инструкции, чтобы оно стояло очень плотно, не шаталось, чтобы люфт, то есть если покачать кресло, чтобы оно качалось не более чем на пару сантиметров, вот в стороны. Угу. И правильно пристегнуть ребенка, это значит, чем туже, тем лучше. Так. То есть чем более туго затянуты вот эти вот внутренние ремни безопасности, если они есть у кресла. Ну а не туго будет ребенок, он сможет дышать? Он сможет, конечно. Да. То есть если правильно расположены эти ремни, то, конечно, он дышать сможет. Где лучше располагать это кресло? Ну понятно, что сзади, да? Сзади. Хотя, в общем, не факт. В принципе, сейчас правила дорожного движения у нас допускают размещение ребенка на переднем сидении, в случае, если он будет в автокресле. Да, во многих моделях импортных существует кнопка отключения пассажирского airbag. То есть подушка безопасности в том случае, если ребенок... Очень правильно, что Вы упомянули о ней. Это непременное условие. То есть если ребенок сидит на переднем сидении, то подушка обязательно должна быть отключена. Ну, соответственно, если подушка не отключается, то только заднее сидение. А почему должна быть отключена подушка? Ведь если ребенок зафиксирован в сидении... Потому что она раскрывается с очень большой силой. Это, во-первых, она рассчитана на взрослого. То есть для ребенка это может быть вот этот удар, с которым она ударит его в голову. Он может слишком серьезным для него быть. Но он же ребенок привязан. Ребенок привязан, но все равно, даже несмотря на то, что он привязан в кресле, при аварии такие нагрузки, что все равно движение кресла вперед какое-то будет. То есть в любом случае кресло пойдет, то есть он немножечко пойдет вверх, точнее вперед при аварии, и подушка, соответственно, с большой силой раскроется ему навстречу. А для совсем маленького ребенка, то есть для младенца, который располагается спиной по ходу движения, воздушная подушка может стать смертельной вообще, в принципе. Почему? Потому что у него голова будет прямо напротив нее. То есть если он сидит по ходу, если он располагается, точнее, наоборот, против хода движения, то у него голова будет как раз рядом с этой подушкой. Она раскрывается с такой силой, что ломает и кресло, ну и, соответственно, голову тоже. Да, слушайте, ужас какой. Программа «Попутчик. Гость студии». Мы говорим сегодня о безопасности детской. Призываю вас звонить и делиться своей точкой зрения. Как вы считаете, нужны ли нам дурацкая формулировка вопроса? Вот как-то я сам говорю и понимаю, что вот ерунду несу. Конечно же нужны. Но мне просто не совсем понятно, почему нас вот так вот резким образом всех взяли и принудили. Я вообще человек такой, я не люблю, когда на меня давят. Пусть вначале объяснят нам, да? Пусть проведут. Вот сейчас в последнее время, я видел на телевидении, появилась реклама социальная. Жуткая. Такая прямо тут. Снято очень хорошо. В аварию попадает автомобиль, остается жив только один ребенок, который был пристегнут. Или сел в кресле, я не помню. Вот нужна такая реклама. Но она должна была появиться раньше. Вот в других странах эти кресла детские, насколько мне здесь, существуют уже 10 лет. Больше даже. Может быть даже и больше. А у нас мало того, что они все привозные. Есть, кстати говоря, наши отечественные производители? Ну, лично я видела изделие нашего отечественного, так сказать, производителя, но никакой критики оно не выдержало вообще в принципе. Почему? Ну-ка расскажите. То есть, оно представляло из себя две пенопластовые, так сказать, подушки формованные. Угу. То есть, сидушка и спинка пенопластовая. То есть, без каких-либо силовых элементов. Это все было, значит, облачено в тканевый чехол, и чехол соединялся молнией. То есть, вот эти вот две части были молнией соединены. То есть, бред какой-то. А для чего? Для переноски, может быть, ребенка? Ну, нет, это предполагалось, что это автокресло. То есть, автомобильным ремнем предполагалось, с ним ребенка пристегиваться. Я бы на вашем месте назвал имя производителя, чтобы им было стыдно. И чтобы люди, которые понимают, что нужно поставить кресло, а у них там... А дорого, кстати, это кресло стоит? Ну, около полутора тысяч мне называли. То есть, получается, там, условно говоря, 60 долларов. Ну, что-то вроде. Против импортного, который самый дешевый, стоит порядка 100. Ну, это... На каком основании они определили такую цену? Если там пенопласт, он не стоит таких денег. Молния и материал. Ну, это, слушайте... Ну, это уже ценообразование. Не помню, как называлось? Нет, не помню, к сожалению. Жалко. Очень жалко. Сейчас бы на всю страну оба и на все пространство бывшего СНГ назвали производителей. В любом случае, если эти производители нас слышат, знайте. Мы в курсе о том, что вы выпускаете такие изделия, которые не выдерживают никакой критики. Мы будем за вами следить. Хорошо. Давайте поговорим вот о чем. Как быть многодетным семьям? Для многодетных семей это проблема. То есть, у каждого ребенка в автомобиле... У каждого ребенка в автомобиле должно быть свое место. И он должен быть пристегнут адекватно, сообразно своему возрасту. Давайте послушаем, что нам скажут наши телезрители, потом продолжим беседу.